Клуб Дзюдо Клуб Дзюдо и все остальное Мы узнаем у тренера Имя этого тренера вы тоже узнаете чуть позже А сейчас давайте просмотрим это помещение И вперед Очень уютный зал Все сделано по науке Превосходное светлое помещение И вот нас встречает Сансей этого места Сансея зовут Иван Струев Иван здравствуй Добрый день Давай мы с тобой пройдемся немножко по залу И ты в процессе нашего передвижения Будешь немножко рассказывать о этом месте Иван Ну давай так Как называется этот клуб? Наш клуб называется Спортлофт Открылись мы совсем недавно В конце сентября Основное направление Это дзюдо Но помимо дзюдо Есть еще каратэ, токвандо И самообороны Также есть группа раннего развития Есть детское ОФП Собственно говоря Круп направлен на большую целевую аудиторию Начиная от детки Три с половиной года Ну и собственно Камера до бесконечности Всем рады, всех привет Ну ты практически В таком быстром темпе Рассказал обо всем Вот Ну давай начнем Сейчас еще раз по порядку Чтобы может быть Немножко расширить Понимание Того Что же здесь Может получить Человек Пришедший заниматься Или родитель Который хочет привезти Своего ребенка Во-первых Почему дзюдо Как я уже из твоих слов понял Является такой базой Всего вот этого помещения Так и я немножко Вот так буду крутить камеру Чтобы показать Как здесь все еще обустроено Да Во-первых Я являюсь тренером по дзюдо Сам я начал заниматься дзюдо С шести лет Вот И так получается Что дзюдо я занимаюсь Практически всю свою Сознательную жизнь А вот Второе Значит Основное направление Что касается дзюдо Это Развитие в спорте Как в олимпийском виде спорта Спорта То есть детки у нас Заявляются на соревнования Которые ведут К спортивным разрядам И звать То есть уже такие Воспитанники есть Несмотря на то Что мы совсем недавно Открылись И собственно говоря Основное Мое направление Это то Что мы готовим спортсменов Я готовлю спортсменов Как тренер по дзюдо Потому что Сам можно сказать Действующий ветеран Спортсмен И так далее И приучаю к этому Детей Что есть Помимо дзюдо Это есть группа Раннего развития Детки Начиная С двух с половиной лет И старше Заканчивая С четырех с половиной То же самое Работа на координацию Работа на какие-то Простые движения И так далее То есть По достижению возраста Пяти-шести лет С которыми можно Начинать заниматься Дзюдо Детки переходят в группу Уже подготовленную И целенаправлую Дальше Есть группа Для деток постарше Это как раз Пять-шесть лет Это общефисическая подготовка Где они тоже Оснаивают навыки И акробатики И значит Учатся отжиматься И приседать И так далее И то же самое Приходит уже в группу Которая занимается Единоборственно Подготовлен Еще можно сказать Не сырыми Помимо этого Значит дзюдо У нас есть Такое направление Как Кио-то-шун-кай Карате То же самое Там дети получают И спортивные разряды И спортивные звания И соответственно Проходят кю-тесты И сдают на дату То же самое Могу сказать и от дзюдо То есть У нас Ближайший кю-тест Планируется Как раз На конец Этого учебного года Это где-то мая Вот Помимо Значит В карате Дзюдо Есть еще Тэкваддо Вот Тоже Вид спорта Олимпийский Тоже детки Собираются Участвовать в соревнованиях Развиваться Как В спортивных Разрядах И званиях И так же Значит По-моему У них это называется Там Даянги Что-ли Небольшой специалист Там В спорте Дальше Значит Что у нас есть Для старшего поколения Это активное Долголетие То есть Это возраст 50 и старше Что мы делаем На активном Долголетии Мы Занимаемся Звукательными Практиками Гимнастиками Вот Занимаемся Растяжкой Занимаемся Значит Баланс Ощущения Своего тела В пространстве И строго Все индивидуально И по Личными Кондициями Ну Собственно говоря Обучающихся Ну Собственно говоря Вкратце Все Сейчас уже Работают Но о планах Наверное Не надо Рассказывать Это будет В другом Препортаже Да Я Идя В этот зал Увидел Что во-первых Это Такой Новый Жилой Район Города Хинки Как давно Вообще Вот здесь Вот это Все Существует И как Он Называется Этот район Потому что Мы Район Именно Этот Называется Две столицы Рядом Похожая ЖК Солнечная Система По Данным Значит Из интернета Район Рассчитан На 50 тысяч Человек И мы Являемся Здесь Можно сказать Единственным Клубом Шаговой Доступности Об этом Говорят Мы тоже Делали Интернер С нашими Учениками То есть Детки Очень довольны И родители Довольны Большинство Приходят Несмотря на возраст Даже 7 лет Приходят Самостоятельно Родители Их не сопровождают И так же Соответственно Уходят Все Довольны Ну И хотелось бы В заключении От тебя Услышать Так как мы Снимаем Этот видеорепортаж В преддверии Нового года Может быть Какое-то Пожелание Твоим Ученикам Или тем Кто живет Рядом Поблизости Какие-то Пожелания И плюс Может быть Призыв К действию Так сложилось Что как раз В преддверии Новогодних праздников Мы Выехали на соревнования Первые соревнования У нас были 11 сентября Это Кубок Деда Мороза А вот Вторые соревнования У нас прошли Вот Буквально Вчера Что у нас там Получается 17 18 декабря Большинство Деток Приехали Поучаствовать Первый раз И что Меня порадовало Наверное Они мне первые Сделали подарок Новому году Никто не уехал Из призовых мест Все сражались Очень достойно И соответственно Хочу пожелать В новом В будущем году Новых побед Новых стремлений Ну и так далее Новых достижений Спорта И еще Последний Штрих Почему Как ты думаешь Занятия Боевыми искусствами И в частности Дзюдо Полезны Для Детей А также Для людей Ну уже Такого Зрелого возраста И вообще Для всех Да Роман Я знаю Что вы Сам дзюдоист Действующий Вы знаете Что дзюдо Переводится Это дикий путь Соответственно Благодаря Этой гибкости Которая Развивает Дзюдо Собственно Говоря Этот вид спорта Интересен Для каждого возраста То есть Человек Становится Гибким Как физически Это растяжка Так и Психологически Ведет себя В каких-то Ситуациях Уже Не просто Какие-то Действия Направленные Целенаправленные Условно говоря Ударом в лоб Думает Как ему поступить В той или иной ситуации Поэтому мы закаливаем Не только Физическое тело Но и морально И духовно Все это Деткам На мой взгляд Очень нравится Иван Спасибо большое Я Уверен Что Ваш зал Будет Интересен Многим людям Кто живет В этом районе Вот Ну А В заключении Я хочу От себя Сказать Что Если Вы Только думаете От дзюдо Значит Время пришло Приходите В этот уютный Зал И Изучайте Вместе с Иваном Дзюдо Я рекомендую До новых встреч Продолжение следует...